Одиноко и потерянное, бредет маленький клоун по улицам города. Огромные слезы катятся по его щекам с размазанной краской. Вы спросите, почему маленький клоун такой грустный и подавленный? Он просто почувствовал себя никому не нужным. КОНЕЦ 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 Все люди куда-то постоянно спешили. Каждый думал только о себе. И никто не хотел понять, как клоун может быть веселым и веселить других своими шутками. КОНЕЦ Никому не было до него дела. КОНЕЦ 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 Он вышел из городских ворот. И природа приняла его в свои объятия. Трава благоухала, птички чирикали. Наш маленький клоун сразу повеселел. Шагая по высокой траве, он вдруг заметил прекрасную розу. Она светилась с таким приятным алым цветом и так пахло, что маленький клоун влюбился в нее без оглядки. КОНЕЦ Он наклонился к ней и рассказал ей свою самую любимую шутку. Он строил гримасы и прыгал то на одной ноге, то на другой, неуклюже размахивая обеими руками. И вдруг он услышал тихий смех. Наконец-то его кто-то понял. Счастливый клоун стал кувыркаться, вскрикивая от радости. Вперед и назад! Вперед и назад! Все быстрее и быстрее! Быстрее и быстрее! Его веселье было так заразительно, что и розочка присоединилась к нему. Они играли в салки, носились по поляне, прыгали, кувыркались и подставляли животы солнцу. Клоун учил розочку стоять на голове, а на его танцевать безудержный танец пчел и бабочек. Они танцевали без остановки. Никто из них не хотел прерывать это веселье. Идя, смотри! А подожди. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Маленький клоун устроился Поудобнее у цветка И был счастлив Так они уснули Играет музыка Играет музыка Вдруг что-то холодное уткнулось в маленького клоуна. Чей-то мокрый крохотный нос По деловому обнюхивал его лицо. От испугом маленький клоун сел. Играет музыка Перед ним стояла прелестная китайская зеленая собачка. Играет музыка Она смешно шевелила ушки. Она смешно шевелила ушками, усердно виляла маленьким хвостиком, вставала на задние лапки и весело тявкала. «Ты, наверное, хочешь поиграть со мной?» Засмеялся клоун. И они носились радостно по зеленой траве. Маленькая китайская зеленая собачка была в ней почти не видна. Маленькая китайская зеленая собачка Маленькая китайская зеленая собачка Маленькая китайская зеленая собачка Маленькая китайская зеленая собачка Субтитры создавал DimaTorzok Незаметно день склонился к вечеру. Солнце было уже совсем низко. Нехотя стал собираться домой и маленький клоун. Он попрощался со своими новыми друзьями и пообещал скоро вернуться к ним. С легким сердцем зашагал он в сторону города. Но уже стало так темно, что он сбился с тропинки. В отчаянии блуждал он по лесу. Большие темные деревья, угрожающие, обступили его. КОНЕЦ Становилось все темнее и темнее. Вскоре нельзя было разглядеть ничего вокруг. И тут, среди черных елей, он заметил два огонька. Может, это уже первые фонари города? В надежде пошел клоун в направлении света. К своему изумлению он вдруг очутился под стенами старого разрушенного замка. Страшно и тревожно стало у него на душе. Зубы у него начали тихонечко постукивать. КОНЕЦ 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 Пока у клоуна в голове проносились воспоминания о былых забавах, праздниках, приключениях, из темных деревянных ворот вышел маленький и совсем не страшный человек. Он вежливо поздоровался и учтиво показал дорогу к городу, который был совсем рядом. Маленький клоун поблагодарил его. Сделал такой смешной прыжок, что пожилой человек засмеялся. Клоун побежал домой. Вскоре он был уже в городе. С облегчением вошел он в свой дом. Он чувствовал себя очень-очень уставшим. И несмотря на то, что он весь день не ел, лег спать, даже ничего не перекусив. В вечерней молитве он от всего сердца поблагодарил Господа за то, что он смог познакомиться с двумя новыми друзьями и был так счастлив. После этого он заснул спокойный и довольный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот день был наверняка самым счастливым. По-настоящему счастливейшим днем в жизни маленького клоуна. Теперь он навещал своих новых друзей почти каждый день и всегда возвращался домой довольный и счастливый, даже если до этого он был грустным и подавленным. Став пожилым, клоун любил вспоминать то большое приключение и его побег из города. Совсем немного грусти примешивалось к радости, когда он думал о том дне и о том, что ему удалось пережить, будучи еще молодым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.